Мы, наши именины, измекли мы, когда война, вот такой души мы. 30 лет назад, когда в Куйбышеве открылся дом ребенка-малютка, здесь не имели понятия о многих вещах. Не знали, что существуют памперсы, горячую воду грели кипятильником, не было постельного белья и кроваток. Молочная кухня была на втором квартале, совершенно далеко от нас. На санках возили все молочные продукты деткам, за хлебом ходили сами, поваров не было, готовили медсестры-изоляторы. Дом ребенка-малютка предназначался для малышей от рождения до 4 лет, с тяжелой патологией центральной нервной системы и нарушением психики. В штате педиатры, неврологи, медицинские сестры и педагогический персонал. Работать здесь может не каждый. Брезгливость и раздражительность в малютке вне закона. Дети проходят здесь первые уроки жизни, а сотрудники заменяют им мам. Благодаря их невероятному труду более 100 детей ушли в приемные семьи, а почти 70 вернулись в родные. Некоторые дети приходят, они же есть не умеют, мы их кормим через зонт. Двух-трех детей в этом году нам удалось снять с зонта, то есть они стали есть самостоятельно, это же большое достижение. Родители обрадовались, сказали, если они будут у нас есть самостоятельно, да еще и сядут, да вдруг еще и пойдут, то, конечно, мы их заберем в семью. Воспитанников малютки нечасто берут в приемные семьи. Мало кто решается воспитывать ребенка-инвалида. Поэтому 80% к 4 годам переводят в учреждения соцобеспечения. Но сотрудники не теряют связь с бывшими воспитанниками. Потому что люди привязались, понимаете, люди привязались, и они как-то, им не безразлично, что дальше будет, что с ними. Поэтому мы как-то их прослеживаем, все-таки отзваниваемся, звонки и смотрим, и публикации смотрим. Боже мой, как вырос. Летом этого года все дома ребенка объединены в один центр. При этом удалось полностью сохранить коллектив. На 30-летие малютки сотрудники загадали только одно желание – чтобы дети рождались здоровыми. Инесса Панченко, Василий Колдашов. События.